привет друзья мои как известно повсюду живут люди вот и на канарских островах живет пепочка сегодня я расскажу вам про канарскую пепочку у пепочки все по полочкам аккуратно продумано и рационализировано как в общем то и должно быть у цивилизованного человека пепочка не девочка ей 54 года но у нее девичья фигурка и легкая душа стройные ножки волосы до плеч и плавная танцующая походка пепочка не сказать чтобы писаная красавица но очень женственно и это подчеркнуто ее умением стильно одеваться вкус у пепочки безупречный не убавить не прибавить она не носит бижутерии и вообще не украшает себя излишне раз в месяц она самостоятельно и проворно закрашивает отросшую седину в густых волосах цвета темный блондин носит очки в модной роговой оправе по причине близорукости и открыто признается что любит часто менять наряды вот пожалуй и все ее слабости пепочка сумела организовать свою жизнь и быт по максимуму а свободное от работы время тем более наверное чтобы не слоняться из угла в угол по терракотовому мрамору гостиной и не удручать себя думами о негативном как это случается у женщин всего мира в одиночестве два раза в неделю она ездит на своей маленькой немного побитой но совсем не старой голубой машинке nissan в местечко аль публеру где изучает на курсах английский язык вечером после работы она закрепляет пройденный материал и отрабатывает правильное произношение используя компьютерную программу она делает это не рьяно а в полголоса немножко стесняясь того что получается не так блестяще как ей бы этого хотелось и как произносит бездушный модератор но женщина не отчаивается а спокойно выключает компьютер до последующего наступления прогресса все пора спать на сон грядущей пепочки еще нужно прочесть несколько страниц книги милана кундеры невыносимая легкость бытия которую ей недавно подарили по двум другим дням когда пепочки нужно выходить на работу после обеда она едет с утра фитнес-студию без надрыва тренирует мышцы и плавает там заодно в бассейне ей очень нравится плавать поскольку бассейн находится на открытом воздухе и оборудован парусиновыми тентами тень и тепло на жарком острове тени рифы это настоящее блаженство занятие языком и спортом пепочка старается не пропускать и по ее распорядку дня можно сверять часы работает пепочка в торговом центре в ста метрах от преимущественно бушующей стихии океана в магазинчике купальных принадлежностей итальянской марки зебра в нем пепочка неназойливо предлагает клиентам отборный товар изысканные бикини прозрачные парео легкие летящие туники хозяйка магазина строгая немка продавщицей своей довольна это у них взаимно сейчас правда кризис и покупателей на бикини не бросаются но магазинчик устоял и не обанкротился раз в неделю пепочка едет в супермаркет меркодона расположенный за три квартала от места проживания и закупает продукты упаковку воды состоящую из шести двухлитровых бутылок она стоически тащит в дом своими тоненькими ручками приговаривая иногда для самовнушения что она сильная воды пепочке нужно много она знакома с непреложным правилам пить регулярно и не менее двух литров в день к питанию пепочка относится с умом но без фанатизма она ест белый хлеб с консервантами совсем свежий который считается намного хуже черствого может позволить себе сырокопченую ветчину тоже с консервантами но в основном только ту что привозят ей из родной андалусии а там все как она считает натуральное на завтрак пепочка поджаривает в тостере до хрустящей корочки два кусочка тоста и аккуратно закладывает между ними бордовую ветчинку жировые прослойки послушно тают от тепла жир проникает в хлеб и пепочка с удовольствием откусывает от бутерброда держа его изящно но крепко обеими ручками и слегка оттопырив нежные пальчики разумная пепочка старается экономить время когда она у нее есть она берет большую до блеска начищенную кастрюлю готовит еду и раскладывает ее по пластиковым тарам и судочкам чтобы в последующие загруженные работой дни лишь открывать чистенький холодильник и разогревать заготовки но от рыбу и морепродукты пепочка любит привыше всего поэтому два раза в неделю она покупает на рынке немного свежих даров моря готовит их и сразу съедает в сортах рыбы пепочка прекрасно разбирается так что местная рыбка сама красивая по форме и вкусная по содержанию заслуживает того чтобы пепочка и стушила ее в духовке на овощах луки зеленом перце и помидорах пепочки так вкусно что она несколько торопится и потом не злобиво ругает себя за торопливое поедание пищи после еды она сразу держа спинку прямо поднимается на второй этаж где у нее расположена ванная комната и тщательно чистит зубки делает она это три раза в день и вы никогда не уговорите пепочку лечь в постель не почистив зубки поэтому наверное они у нее белые хоть и не идеальные формы и пляшут полечку лучезарность пепочки от этого не страдает потому что она не комплексует и не зажимается а широко и радостно открывает в улыбке рот каждое утро пепочка заводит будильник на 8 утра но не для того чтобы сразу встать а чтобы проигнорировать звонок и поспать еще через полчаса будильник звенит во второй раз но и этот момент пепочка безмятежно пропускает чтобы остаться в постели подольше в результате такой вялой борьбы встает пепочка около 9 это ее ритуал ей так нравится без энтузиазма покинув постель она спускается со второго этажа своих апартаментов которые приобрела пять лет назад в ипотеку заходит в кухню берет два апельсина и при помощи электрической соковыжималки производит себе стакан свежего сока потом садится за маленький чистый столик стоящий у стены закидывает прелестную ножку на еще одну такую же и мелкими глотками не торопясь пьет живые витамины это тоже пепочкин ритуал она ему не изменяет через некоторое время перед самым уходом на работу пепочка заваривает кофе и выпивает чашку некрутого напитка чтобы взбодриться почистив после завтрака зубки приведя себя в порядок неизменно красиво одетая она берет из черной пепельницы что стоит на кухне и служит не по назначению ключи от квартиры и машины спускается в гараж расположенный под ее домом выкрашенным светло абрикосовый цвет и едет на работу перед уходом пепочка обязательно опускает жалюзи почти до самого карниза и закрывает окна на острове нестабильная погода хоть и устойчиво солнечная да и вообще мало ли кому что в голову взбредет по утрам пепочка если никуда не торопится или наслаждается выходным днем предпочитает классическую музыку это настраивает ее на гармоничный лад а вот вечером вечером пепочка руками и ногами за латиноамериканский темперамент и шедевры его музыкального искусства потому что пепочка обожает танцевать и совсем не прочь при случае податься с друзьями в хороший диско бар на последнем карнавале что отгуляли здесь всем островом неделю назад пепочка нарядилась львом словно опять-таки желая подчеркнуть свою внутреннюю силу грива льва оказалась ей очень к лицу и пепочка с подругами разодетыми кто в кого гораст отдавали дань карнавальной традиции до четырех часов утра на следующий день благо он был выходным пепочка никуда не пошла и провела время на мягком диване в расслабленной позе на славу потрудившегося льва пепочка любит жизнь и считает что она полна сюрпризов поэтому когда они случаются она еще больше радуется и остается довольна своей философией пепочка весьма уравновешена она никогда не повышает голоса и практически не плачет но если вдруг ей становится грустно или у нее падает тонус она не тянется к другим не делится а тихо уединяется в своей скорлупке и не высовывает оттуда колоритного слегка орлиного испанского носика до полной капитуляции дурного настроения ее тактичность в абсолюте не позволяет ей грузить ближнего тем более что у пепочки все родственники на материке в андалусии а единственная дочь третий год учится в университете валенсии украшая монитор пепочкиного компьютера своим фотографическим обликом похожим на маму пепочка и дочь свою не грузит не пристает с поучениями и наставлениями а только звонит ей не слишком часто и общается как с подругой дочь пепочки очень рада этому обстоятельству и отношения обеих можно смело причислить к идеальным личной жизнью у пепочки тоже все устаканено раз в неделю к ней наведывается 35-летний любовник какой ему она не испытывает всепоглощающего чувства но с удовольствием открывает дверь своей обители она не требует от него подарков не накладывает обязательств а ждет лишь качественного секса и светлых незамутненных эмоций как известно на что настраиваетесь то и получаете знаки внимания со стороны любовника тоже не самоцель поэтому когда молодой человек работающий по соседству в баре взлетает при помощи упругих ног на второй этаж и застывает перед дверью пепочки с кусочком торта на тарелочке женщина чувствует себя польщенной и искренне восклицает как же он мил порой справедливая пепочка оказывается своим мужчиной недовольна тогда она мягко незлобиво журит его и шутя угрожает найти ему замену помоложе вообще у пепочки все в порядке с юмором наверное поэтому отношения в паре ровные спокойные и длятся уже два года но если пепочка верящая в сюрпризы встретит любовь да еще настоящую будьте уверены она бросится в нее как в омут с головой и со всей своей потаенной страстью ведь в ее жилах течет горячая андалузская кровь и это непременно случится потому что пепочка свято верит в самый что ни на есть благоприятный исход событий поэтому она просто спокойно идет навстречу будущему не оврачая себе и другим настоящее по воскресеньям у пепочки выходной будильнику сказано нет но зато после завтрака пепочка опять берет себя в руки приступает к уборке квартиры методично не спеша в энергичном ритме она чистит свое гнездышко пока она не засверкает после этого его хозяйка может позволить себе поваляться на пляже у океана или посмотреть документальный фильм по телевизору прикрыв стройные ножки пледом иногда вся программа дня рушится потому что друзья тащат пепочку в горы тогда она спортивно облачившись проделывает по 10 километров в компании хороших людей и к вечеру чувствует себя отдохнувшей пепочка неверующая и не посещает церковь при этом более чистого и добродушного человека встретить трудно она никогда не произносит слово ненавижу она просто не существует в пепочкином лексиконе эта женщина толерантно без позы и желает всем добра экзальтация что вы никакой не малейший шкала ее ценностей выверена и точна и вообще пепочка живет себе как эталон и совершенно не страдает от одиночества поскольку побывала замужем и ей хватило муж молоденькой женщине достался не из легких местный островитянин то бишь абориген прожили они с переменным успехом 20 лет и пепочка изведала всю палитру испанских страстей период этот она считает трудным и не собирается его повторять ей импонирует современная модель проживания каждого на своей территории с выходами вместе в свет по обоюдному желанию и интимная жизнь по потребности сторон у пепочки все по полочкам только климакса у нее пока нет наверное она еще не нашла ему место да и зачем он ей климаксу придется потерпеть вы скажете что за имя такое пепочка когда речь заходит о требующем к себе уважение климаксе все не так просто настоящее имя этой достойнейшей женщины мария хосефа и степа но она не любит когда ее так называют предпочитает простоту пепа от полного имени хосефа но я не могу называть ее иначе она повергает меня в невыразимую нежность однако нет морального облика без единого облака вы удивитесь но пепочка регулярно заглядывается на филейные части молодых парней и как отпетый азербайджанец может без смущения прицокнуть языком завидев обладателя округлых ягодиц тогда она в полголоса произносит одну из своих самых любимых фраз какое тело а на карнавале она так разошлась что даже ущипнула под шумок в толпе пару-тройку обладателей этого немаловажного атрибута они кажется очень удивились но не обиделись на пикантную шалость приличной женщины ведь изящные пальчики не могут поранить молодой и упругий зад что ему сделается это у пепочки бьют биологические часы как куранты они у кабальера раз или два в год пепочка садится к своему компьютеру на крутящийся офисный стульчик и заказывает через интернет полет в мадрид откуда уже потом добирается до своих родственников как резиденту острова тенерифы ей полагается большая скидка и если она не проморгает и забронирует билет заранее то иногда платит в оба конца всего 25 евро это ли неудача для хрупкой женщины обеспечивающей себя самостоятельно а вот когда пепочка приземлится в мадриде и затем окажется на месте я не знаю какая будет она потому что там в андалусии ее родина там братья с их семьями там 96-летний отец там четыре года назад похоронена мама наверняка пепочка находясь там становится более расслабленной с нее спадает жесткий каркас изматывающей ответственности за свою жизнь и она становится немного той шаловливой беспечной девочкой которая в андалусии выросла там пепочка бесконечно счастлива на целых три недели она может забыть об одиночестве которое побеждает рациональным планированием своего бытия а потом самолет безжалостно вернет ее в перламутровую ракушку острова тенерифы также одиноко затерянного в просторах атлантики как песчинка жизни пепочки во вселенной она не заплачет при расставании с родиной она очень любит свой остров но возможно когда-нибудь она в андалусию вернется